Такой вопрос в прошлом году. Было достаточно сильное напряжение, в основном связанное с рабочими вопросами. Вот такая судьба была. Да, и был достаточно хороший такой стресс, и организм начал сбыли, причем одновременно. А это тоже от судьбы, не то что от работы, это все вместе идет. Заболела там спина, она поджурщина, и там еще мелкие моменты. С работы я ушла, не могу вернуться к состоянию внутренней гормонии. Не вернётесь. Почему? Потому что так действует старость. Для того, чтобы старость побеждать, нужно длительное движение, неподвижное положение тела, потому что в вас зашло напряжение. Его можно убрать только с помощью аскезы. А вы хотите дождаться, когда она уйдет, эта энергия. Вы не дождетесь, потому что она сама не уходит. Вот мне 55 лет, и каждый день на меня наваливается напряжение. Каждый день. Я каждый день его преодолеваю, аскезы. Я так живу. А чем старше я буду, тем больше мне надо будет преодолевать напряжение. Каждый день. А если человек принял, согласился с тем, что ему тяжело жить, значит, он стал стариком. Потому что я стариком выгляжу, нет? Нет. Молодой? Да. Почему? Потому что я побеждаю судьбу. Поэтому я молодой. И если человек не побеждает судьбу, какой он становится? Можно старым стать в 30 лет. Не обязательно в 50. Вот вы сейчас ждете, когда вам станет легче. Это называется быть старым. А если вы будете делать то, что я сказал, то сразу станете молодой. Есть несколько психических цилиндров в организме человека. Ну, есть один защитный, четыре, которые связаны с организмом. Пять всего. Вот. И во время движения ходьбы 40 минут надо на первый, потом 40 на второй, 40 на третий. Ваше напряжение находится на третьем психическом цилиндре. Это означает, что вам надо ходить 40 минут умножить на 4. Раз в 5-6 дней. И это приведет к расслаблению, потому что там находится вот это напряжение на этом уровне энергетическом. И неподвижное положение тела где-то 40-45 минут. Все. Вот это, если вы будете делать, вас расслабит. Спасибо. А ожидание не расслабит. И вы уже знаете, в чем ваше старение, вот куда идет старение. И именно это будет опять дальше зажиматься. То же самое будет происходить с возрастом. И то же самое надо будет делать и убирать это все. Вот такая должна быть жизнь уже теперь. Пожили просто так, хватит, теперь нужно побежать к судьбе. Я вот так живу уже давно. Не даю возможности организму стареть. И второе сопутствующее у вас. Вот это мое состояние может ли являться причиной того, что нам супруга, муж тоже не посылает второго ребенка? Муж справа сидит. Справа от вас, да? Да. Вы муж, да? Не хватает энергии. Энергии природы в обоих. Нужно просто на воздухе, на свежем зарядку, движении. И все будет нормально. Можно вам семенами полечиться. Сколько вам лет? Триста. Можно семенами полечиться еще. У него вроде нормально более-менее. Но тоже он истощен, обесточен тоже. Не хватает энергии природы. Для зачатия. Есть силы, организм зачинает. Вот как он может выносить ребенка, организм, если нет сил? А сил нет, это неправильный образ жизни. Нужно больше природы для здоровья. Женщине, чтобы зачать, нужно еще больше здоровья, чем обычно. На двоих же над здоровьем. Вот организм не включается, потому что у него нет сил. Вот и вся причина. Но вы ищите какие-то другие причины. Потому что люди слишком зашоренные в этом мире. Они не знают, что все просто. И если ты понимаешь, что почему организм не хочет, не может зачать. Потому что нет сил. В организме есть все для зачатия. Но если нет сил, то значит, что он не может. Вот то же самое лечение вируса. Почему все умирают? Потому что нет сил. Организм не может лечить вирус. Нет сил. Силы можно взять от природы. Вот если человек там длительное движение совершает, он даже может заболеть, но не это, не помрет. Или силы берутся от таких продуктов, которые не любят этот вирус. То же самое можно вот так силы взять. Но все равно, если ты живешь ленивой жизнью, то ты не будешь побеждать болезнь. Она все равно тебя будет косить. А в данном случае речь идет не о болезни, а о нехватке здоровья. Сейчас очень много бесплодных женщин. Причина гиподинамина. Не хватает энергии просто. Спасибо.